все всем привет и мы решили для вас снять дорогу с мелодии леса на пляж мы конечно же пошли с дочи без машины и так вот сзади у нас остается наш родной домик дочь поздоровайся и мы потихонечку идем в общем наверное я спускаюсь пешком здесь первый раз здесь есть ступеньки до их видят да и ну мы предпочитаем как реальные пацаны пешком по склону настя дело у нас рабочую форму и давайте мы все-таки дойдем до пляжа как вы хотели с мелодии леса но у нас на пляж так скажем два путя 1 пешком вдоль дороги и 2 у нас получается мы можем доехать на бесплатном автобусе давайте да мы решили мы решили с дочкой я посовещался и дочка решила мы туда идем на бесплатном автобусе обратно мы пойдем пешком просто решим прогуляться и так мы идем повернули с вами налево здесь и тротуар да поэтому безопасно идти и сейчас мы посмотрим сколько же все-таки займет у нас дорога здесь мы с вами поворачиваем есть пешеходная дорожка что вы понимали конечно лучше чтобы делали подземный ну ничего страшно и здесь у нас опять асфальтируем дорожка мы сейчас с вами идем торговый центр олимп как раз сейчас мы узнаем до скольки у нас ходят автобусы и снимаю я в этот раз на самсунг так как у меня во втором телефоне в айфоне у меня стоит сим-карта на которую периодически мне подзванивают все мои подписчики с утра сегодня был дождь я как раз для вас снимал сегодня репортаж который назывался домики на целины до коттеджный поселок и сейчас мы с вами вот спокойненько идем на этот заполученный автобус а то я себя про него очень много говорю на протяжении трех месяцев и сегодня все-таки мы в нем проедем теперь нужно определиться где же у нас посадка на автобус Настя ты сама как думаешь а как он сюда подъезжает ну да ладно сейчас узнаем итак вот такое расписание торговый центр олимп от олимпа да наверно видно сейчас я время скажу время 14.48 мы опоздали да в 15.00 это через 12 минут да сейчас секунду посмотрим чем отличается олимп донская торговый центр олимп гагарина торгует а здесь донская два маршрута они разные торговый центр олимп в район макаренко олимп бытха алимп вот этот скорее всего нам нужен и он пойдет 14.30 в общем все сложно сейчас мы пытаемся разобраться все все-таки все нашли бесплатный проезд это ежедневный график движения автобусов торговый центр олимп бытха торговый центр олимп и мы сейчас с вами все-таки возьмем и 14.30 мы уже опоздали получается 15.20 минут ждать пошли пешком Настя на меня злостно посмотрела поэтому мы идем пешком как нам пешком идти пока непонятно давайте посмотрим время все-таки 14.50 не охота терять драгоценное время и мы с вами все-таки пройдемся пешком сегодня в целом не жарко да совсем не жарко а вот же у нас олимп пошли его дождемся все мы передумали мы увидели автобус олимп только теперь нам нужно понять где на него садиться сейчас мы возьмем и спросим всезнающих охранников не охота им пешком идти вот как он у тебя подъедет да Настен а как он здесь остановится думаешь иди спроси у охранника пошли вместе просто нужно понять где это будет остановка пошли по тротуару чтобы тебя не сбили а да он не знает давай у охранника спросим охранники святые люди они все знают сейчас секунду как уехать на автобусе в город где остановка на какую сторону здравствуйте спасибо спасибо в любую на пляж в любую может вот остановка может и по 4х 7х он идет по объездной по курортному а нет а вот который бюджетный бесплатный оляничный брод который вот там да да все спасибо большое все все таки мы нашли конечно неудобно перебегать на пешеход на себя пошли пешеходный переход вон там где-то неудобно да ладно итак время 53 минуты надо было сделать фотографию и приложить чтобы было понятно во сколько и куда ну народ здесь сидит значит все ждут автобуса вот да видно народ значит все ждут автобусы уже прошло 5 минут вот незаметно быстро что-то в тенечек встало может это пешком вот там много бабушек сидит наверное там актуальная тема давайте нажим пока на паузу и как мы только выйдем я сразу отожму и мы сейчас наконец-то прокатимся Олигия проходим авангард вот за автобусом авангард где-то что-то вверх по остановке где-то можно при остановке авангард да молодой 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 да 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 мы едем сейчас приедем сейчас приедем н сейчас приедем мне магнит надо семейно называть надашь на конце ну он же а то я хочу На, держи. Куда же мы едем? Время 4 минуты. Время 4 минуты. У меня кошмута сели. Акаринка. Мы едем в Ахтулу. Здесь не так уж много народу. В общем, я не знаю, куда мы едем. Мы просто едем. В бесплатном автобусе. Посмотрим маршруты. Время 4 минуты. Время 4 минуты. Вот этот, Паша, остановок. Кто будет? Если догадаешься. Ну ладно. Если пешком пойдем. Все пешком-то пешком. У нас ножки болят. Не ходим или нет? Нет. Мне на авангарде надо. На авангарде нет, а остановка, поэтому я здесь останавливаю. Это для Вас. А то на вырки, на остановке я бы ее останавливал. А зачем она вышла? Я там не могу, женщину остановить Я где мог, я там остановить Вообще не надо остановить Поросли, на сколько мы едем? Тебе страшно Ну что, едем? Лист до авангарда идёт чуть-чуть Да, вот Мы куда едем? В общем, до Маримола Может доехать? Пожалуйста Я же спросил А вы куда едете? Чоколадник? А что вы, круг сделаете? А? Ваши, круг будет, да? Да, да Да, да, не, сейчас там будете не ходить А что вы говорите? Я вас что, не знаю, только вас что-ли А вы тоже, что не пришли Сейчас насмотрим туда, где мы ходим Ладно Ярм на работа, да? Покажи, давай Дактор разбил Лежа Едем по интересу маршруту В принципе, я так ни разу не ездил на машине Мебельный магазин Не шатай, Настя Не шатай, Настя Ты сейчас всех укачает, кто с нами Да? Конечно Настя Не балуйся В общем, я сделал выводы, что едет он без остановки Мы что-то попробуем Мы что-то попробуем, я поймается Мы что-то пробуем, я поймается Мы что-то попробуем, я поймается, но не остановимся Угу Какая конечная? Не знаю Загарина автовокзала Не на этот свет По времени Загарина автовокзал Мы сюда сидим по времени На этот маршруту Ну да, интересный пробок. Сглесение в пробке. И мы поехали непонятно куда. Ой, пирожки. А? Пирожки. Ну конечно. Да, мы уже едем в 10 минут. Самое интересное, куда мы сейчас приедем. Мы доехали в торговый центр Олимп. Только теперь непонятно. Обратно мы едем. Ладно, поехали. В общем, доехали мы до Александрии. Ругался у нас очень сильно водитель. А вот обратно я не знаю, где будем ждать. Наверное, здесь будем ждать, да? Автобус. Торговый центр Олимп. Правильно? Ну. Ну не злой, тут просто тоже понятно, как бы с херней страдает. И все. У бабушки они такие. Давайте все-таки мы заснимем. Что-то сеет. Смотрите. Вот такая вот страшная река. Прошелся дождь. Прошелся дождь. И у нас получается река такая вот, да, темненькая, вся в грязи. И эта вся грязь у нас оказывается, правильно, в парке Ривьера. Точнее, на пляже Ривьера. И мы сейчас идем дальше. Мы идем с вами на пляж, на пляж Ривьера. Пройдемся по набережной вдоль, так скажем, вдоль реки Сочи. Я обычно на работу еду по левой стороне, а это мы идем по правой стороне. Вот. Когда вот так вот обдувает ветерок, в принципе, идти нормально. Комфортно. Когда ветерка нету, это жесть. Давайте все-таки я вам покажу. Все, идем дальше. В принципе, интересно, какая набережная, да? То есть, Настя устала. Наверное, потому что она рюкзак не несет мой, поэтому устала из-за этого. Сейчас мы, смотрите, здесь красивые деревья. Ой, извиняюсь, показала Настю красивые деревья остались позади. Ну, идем дальше. И сейчас я вам скажу, сколько мы уже вместе с вами топаем. Автобус не стал снимать? Обычный автобус. Обычные есть бабушки, обычные халявщики, как и мы. Ну, у меня больше, конечно, это в качестве эксперимента, а не в качестве, там, не знаю, там, слава богу, на проезд у меня деньги есть. В целом, конечно, можно было сделать по-другому. Можно было идти через парк Ривьеру, правильно? Угу. Там зайти, все. Ну, посмотрим, скидем на эту речку страшную после дождя. И просто немножко прогуляемся. Я думаю, здесь можем на роликах покататься. Давайте вот пока так покажу. Вот так вот потихонечку мы идем. Вот слышите звук, да? Лягушки, да? Клакают. Вот если брать квартиру где-нибудь в районе Бамбуковой, то там эти лягушки вам будут помогать и вставать, и помогать засыпать. Поэтому такие маленькие моменты нужно всегда уточнять. Сегодня проснулся, как бы и приятно было, что то, что я аж спал до половины восьмого, на работу выехал в восемь, а не в семь. И в это время я услышал, как поют птички в окно. Очень классно. Такое ощущение, как будто проснулся в лесу. Небо красивое, голубое. А мы продолжаем шагать. И, наверное, парк Ривьеры нам осталось ну, минуты три, наверное, не больше. Повторюсь, мы остановились на Александрии, вышли. Хотя, мне кажется, он, наверное, еще и дальше идет. Автобус. Ну, все-таки мы сейчас с вами окажемся на пляже. Хотя, зачем идти на пляж, сейчас я не понимаю. Как зачем? Ну, там же волны сегодня будут. Ну, что? Платцы. Мы уже с вами идем 7 минут, да? Вон наш автобус. В общем, можем в автобусе доехать. Там люди, которые остались, они уехали в Ривьер. Значит, получается, мы на Ривьере можем спокойно уехать назад. Правильно? Самое главное, да, Лин? Все, мы идем потихоньку. В принципе, можем на автобусе доехать дальше. Ты не успеваешь? Ну, ты бедненькая. Ешь растишку, адано. Давай. Давай. Если я... Давай. Давай. Я не знаю, что ты... Настя не привыкла ходить пешоточком. Не знаю. Не знаю. А как Ломоносов в школу ходил? Я в школу. Все равно дождь прошел, идти свежо, да? Прям классно дышится. Небольшой ветерок обдувает. Конечно, это и есть супер. Знаем. Знаем. Кстати, можно взять для Сочи такую бомбу и на ней перемещаться, да? Тут, в принципе, везде можно будет проехать. Везде есть велосипедные дорожки. Даже не доехать, можно прям долететь. Смотрите, еще раз вам покажу, да? Идем вдоль реки Сочи по правой стороне. И скоро мы пойдем с вами на пляж. Могу сделать сейчас предварительный вывод, что, скорее всего, до мелодии леса идти пешком минут 40, да, Настя? Не имеешь 40 минут. Потому что здесь 3 километра. Потому что здесь 3 километра. поднимемся на яхт, да, мы? Или перейдемся? Сначала надо перейти. Давайте, перейдем все-таки. Сейчас мы идем гущать яда.